Чем занимается ваш ребенок? В какую секцию ходит? Чем увлекается? Какое у него хобби? В общем, на все эти интересные темы, а также как идея для вас, сегодня в женском клубе гость Наталья Черкова, руководитель детского театра пластического танца «Территория». Добрый день! Добрый день! Наталья, расскажите, пожалуйста, территория базируется на территории Либийского педагогического колледжа. Как это произошло? И вообще, как вы оказались в колледже? Ну, после того, как я закончила Академию искусства и культуры, у нас было такое направление, так скажем, сначала практика, потом направление, ну и, в принципе, мне все понравилось. Я осталась в пед-колледже. Достаточно плодотворная работа у меня была. Как раз-таки организовалась первая студия современного танца «Территория». Она включала в себя ребят, именно которые учились на отделении хореографии. Ну, а затем мы начали уже плодотворно заниматься этой деятельностью и, так скажем, были первыми на подмостках, так скажем, нашего родного города Бийска и участвовали во многих разных конкурсах и продвигались, в принципе, в этом направлении. Ну, после определенной работы я уехала из города и продолжала работу в Академии искусства и культуры. И затем, уже когда Людмила Афанасьевна стала директором Бийского педагогического колледжа, я вернулась на эту базу, на эту территорию и как раз-таки организовала уже детский пластический театр танца. То есть в 2015 году нам сделали признание, была квалификация детского пластического театра, так как мы выиграли «Чайку». Это был открытый всероссийский конкурс театральных постановок, именно детских. Ну, что вы на нем демонстрировали? У нас была постановка по мотивам Ганса Христиана Андерсена. Как раз-таки на этой сказке мы сделали свое, так скажем, танцевальное воплощение и создали вот свой проект «Горящее сердце». И вот как раз-таки с «Горящим сердцем» мы выиграли «Чайку», то есть стали лауреатами этого конкурса «Чайка». Ну, я так понимаю, территория – это танцы в разных направлениях или у вас вот есть? Ну да, то есть это абсолютно разные направления, но что касаемо, наверное, больше современных направлений, это контемп, это стилизация фольклорная, это также хип-хоп, какие-то уличные направления, то есть там мы занимаемся, в принципе, разными направлениями. Как раз-таки сейчас мы хотим открыть новый проект, также на базе Бийского педагогического колледжа уже с участниками хореографического отделения, с лучшими танцорами хореографического отделения. Новое направление как «Контемпорари». Конкретно именно в этом направлении мы хотим работать, развиваться и достигать каких-то определенных целей. То есть это сейчас ноу-хау, новое направление, так как Бийский педагогический колледж, в принципе, работает в разных ноу-хау направлениях, стремится только вперед, и мы вот хотим попробовать. Ну, я знаю, вы были участниками различных фестивалей, да, в том числе и всероссийских. Как вот на фоне, ну, чего скрывать, более благополучных регионах смотрятся наши ребята? Достаточно хороший уровень у нас в принципе в городе, что касаемо хореографии. Это уже ни для кого не секрет. И многие, кто выезжает на всероссийские конкурсы, и в частности и наш коллектив, добиваются хороших результатов, получают призовые места. Также достаточно хорошие костюмы. Все это в определенном образе, все это подобрано. То есть уровень, в принципе, достаточно высокий. Кстати, о костюмах, да, которые играют немаловажную роль вообще в восприятии, наверное, в целом всего номера. Как у вас обстоят с этим дела? Кто придумывает? Есть у меня замечательный человек, мой творческий партнер, Евгения Сазонова. Она, кстати, выпускница Бисского педагогического колледжа. Тогда было отделение, где учили как раз-таки азам всего этого прекрасного дела. Ну и отделение художественно-графического факультета тоже помогает нам разрабатывать разные какие-то концепции, какие-то модели. То есть, в принципе, в такой команде достаточно творческих людей всегда приятно работать. Ну, я вот часто бываю, так скажем, на репетициях различных коллективов, да, и вижу у каждого там своя методика. Кто-то там бесконечно кричит, да, кто-то... То есть, вы вообще приверженец такой жестких методов, ну, не воспитания даже, а работы? Или вот как у вас происходит? Ну, в принципе, я не употребляю такие моменты жесткости, какой-то деспотии и так далее. В принципе, если человеку нужно, он в любом случае услышит. Но скажу честно, что со студентами я достаточно строго разговариваю, если есть в этом необходимость. А с ребятами, которые занимаются непосредственно в детском пластическом театре танца, они, в принципе, меня слышат всегда. И, наверное, в крайних случаях мне приходится повышать голос в основном, достаточно все четко и ясно. То есть, если я говорю какую-то информацию, они достаточно хорошо меня слышат и понимают без каких-то приложений силы. Я правильно понимаю, что с танцами связана вся ваша сознательная жизнь? Ну да, то есть, с пяти лет я занималась танцами, то есть, это народное направление, то есть, я, в принципе, владею разными направлениями. Ну и потом, конечно же, я поступила в академию, потом и так вот у меня пошло, что мое хобби оказалось моей профессией. Ну, такая профессия специфическая, да, люди творческие, порой импульсивные. Никогда не хотелось вообще сменить род деятельности? Хотелось, всегда хотелось чего-то нового, но все-таки что-то новое я ищу в своей профессии. То есть, я стараюсь развиваться как в образовании, как в каких-то педагогических моментах, так и какие-то психологические подходы, может быть, то есть, вся моя реализация, в принципе, состоит в творческом процессе. То есть, любым моментом, которым я хочу заняться, оно все равно связано с творчеством. Я знаю, что вы участник проекта WorldSkills. Расскажи об этом подробнее. Да, в прошлом году мы с моим коллегой Ксении ездили в Тольятти. Там проходил всероссийский сбор, так скажем, моих коллег по этому уже известному направлению как WorldSkills. То есть, квалификацию повышали мы уже с такими достаточно известными ГУРа именно вот в этой области. То есть, в принципе, это уже не творческая такая направленность, а уже более процессообразование, то есть методическое, да, то есть профессионализм в своей профессии, он, так как мы все-таки преподаватели, то есть у нас большая степень все-таки процесс обучения, так скажем. Поэтому вот именно WorldSkills там как раз-таки и создают вот эти крупные проекты, которыми потом пользуются именно в образовании, которые потом пользуются какие-то крупные предприятия и крупный образовательный процесс. Ну, а вообще общее такое впечатление, эмоции какие были? Эмоции были, конечно, такие переполняющие, так скажем, потому что, то есть это что-то такое, какая-то инновация, которая-то еще, в принципе, не совсем нам близка, потому что наша все-таки планка творческая, она не имеет каких-то определенных границ, а все-таки WorldSkills это научные такие разные подходы методические, то есть конкретные, где, так скажем, вырабатывают определенные прям научные подходы, так скажем, вырабатывают какие-то методические новшества, то есть конкретные цели люди преследуют и как раз-таки развиваются. Ну, вот это, конечно, когда ты развиваешься, в любом случае это тебя как-то поднимает, что ли, окрыляет и дает тебе силы развиваться дальше. То есть ты не просто творческий человек, а может быть даже ты уже грамотный, методичный, творческий человек. То есть в разных областях ты уже, можно сказать, профессионал. Ну, вот я знаю, что многие талантливые люди уезжают из Бийска в другой регион, и у вас была такая возможность. Почему все-таки выбираете Бийск? Ну, наверное, потому что здесь все родное, как-то все ближе, и, в принципе, можно развиваться в любой точке своей родины, так скажем. И если ты реализованный человек, ты можешь быть реализованным человеком в любом месте. Поэтому на данный момент меня все устраивает, и мне нравится работать в педколледже, мне нравится, что там идет развитие, развитие и в образовании, развитие в творческих процессах, развитие в каких-то грантах. То есть полностью идет, допустим, мы шагаем в ногу со временем, и это не может не радовать. А вот какое-то хобби есть? Хобби... Несмотря на творческую профессию. Да, ну вот мое хобби, я люблю танцевать сама. То есть мне нравится зумба, мне нравится рагетон, мне нравятся такие разные сальса, то есть направление кубы. То есть когда я занимаюсь сама и танцую, да, то есть мы, в принципе, в педколледже у нас есть группа преподавателей, тоже Людмила Фанасьевна тоже ходит на такие наши встречи. То есть мы, в принципе, любим танцевать, и всех приглашаем всегда, чтобы разделились с нами. Все-таки, когда ты танцуешь, ты, это красота, это гармония, это радость, это какая-то внутренняя энергия. Поэтому мое хобби – это вот танцы все-таки. Наталья, благодарю за то, что пришли в наш женский клуб, стали его членом. Ну а всем телезрителям хочу сказать, что если хотите гармонии в жизни, хотите хорошего настроения, зарядиться позитивной энергетикой, танцуйте, и не важно, сколько вам лет. До встречи в эфире. Благодарим за помощь в создании программы «Кафе Панорама», улица Шишкова-2. Смотрите программу «Женский клуб» на видеохостинге YouTube в группах «Бийск. Мой город», в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok